Тихий океан является самым большим и глубоким на земле. Но такой ли он тихий на самом деле и какие секреты он таит, мы расскажем вам в этом выпуске. Приветствую на канале, подписывайтесь, бейте в колокол, а мы начинаем, поехали! Площадь Тихого океана на 28,7 миллионов километров квадратных больше, чем площадь всей суши на земле. На его месте можно было бы 10 раз разместить Россию. Общая площадь Тихого океана 178 миллионов 684 тысячи километров квадратных и он действительно является самым большим на земле. В Тихом океане расположена самая глубокая точка на земле, бездна Челленджера, находится она в Марианской впадине. Ее глубина составляет 10994 метра и в ней легко можно было бы спрятать Эверест. В случае мощных подводных землетрясений скорость движения волн цунами в Тихом океане может достигать 800 километров в час, да и большая часть цунами приходится именно на Тихий океан. Большой барьерный риф в Тихом океане крупнейший в мире. Он вытянулся на 2500 километров и занимает площадь около 345 тысяч километров квадратных, что сравнимо с площадью Финляндии. Самые крупные ламинарии произрастают тоже именно здесь. Они иногда достигают невероятных 150 метров в длину. Под поверхностью Тихого океана скрыто около 10 тысяч горных пиков. Правда, исследование большинства из них крайне затруднено из-за большой глубины. Более 30 процентов всех разведанных нефтегазовых месторождений расположены на Тихоокеанском дне. По всей акватории океана разбросано свыше 25 тысяч островов, преимущественно возникших в результате извержения вулканов. По их числу и площади Тихий океан тоже лидирует. В Тихом океане самые сильные на планете приливы. Разница в уровне воды может достигать 9 метров. Средняя температура воды в Тихом океане выше, чем в любом другом, но именно средняя, так как в южной его части, например, вода все равно намного холоднее, чем в экваториальной. Тихоокеанское огненное кольцо – это самая сейсмоопасная зона на нашей планете. Тут происходят самые разрушительные землетрясения. Около 95% всей рыбы лососевых пород обитает именно здесь. Многие из них представляют большую ценность для промышленного вылова. Именно в южной части Тихого океана затапливаются отслужившие свое космические аппараты. Это место называется Точка Немо и находится в 2500 километрах от ближайшего острова. Глубина в Точке Немо до 4 километров. В общем, идеальное кладбище космических кораблей. Фернан Магеллан назвал этот океан Тихим, потому что более чем за 110 дней потребовавшихся, чтобы океан пересечь, его экспедиция не столкнулась ни с одним штормом. В общем, повезло им. Большое тихоокеанское мусорное пятно содержит в себе более 100 миллионов тонн мусора, в основном пластика, а его размеры около 700 тысяч километров квадратных, что составляет полпроцента общей площади Тихого океана. Пятно образовалось вследствие того, что океанские течения сносят сюда разнообразный мусор, который человек выбрасывает. Данная проблема известна давно и как бы намекает, что мы что-то делаем неправильно. Уверен, что Тихий океан хранит еще множество секретов и даже сюрпризов. А если хотите поближе взглянуть на то, что скрывается по толще воды, то рекомендую посмотреть наш выпуск о затонувших кораблях. Благодарю за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, и до скорого! Субтитры создавал DimaTorzok